Продолжаем. Продолжаем привет всем зрителям Международного фестиваля «Баян и Баянисты». Всем привет, ребята. Давайте продолжать этот праздник. Ура-ура! Ура! Добрый вечер, дорогие друзья. Мы очень рады приветствовать вас в нашем концертном зале. И мы начинаем третий день Международного фестиваля «Баян и Баянисты». Сегодня творческий вечер народного артиста России профессора Фридриха Липса. На сцене симфонический оркестр Российской Академии Музыки имени Гнесина. Художественный руководитель, заслуженный деятель искусств, лауреат государственной премии профессор Владимир Зива. Ефим Пакайц, Липс-концерт, дирижер Андрей Лебедев, солист Фридрих Липс. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 Мы начинаем второе отделение нашего концерта. На сцене инструментальный квартет «Пьет Золо Студио» в составе лауреат международных конкурсов Святослав Ликс. Заслуженный артист России профессор Владислав Иголинский. Заслуженный артист России профессор Кирилл Родин. Народный артист России профессор Фридрих Ликс. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 КОНЕЦ 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 Спасибо. КОНЕЦ 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 Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 Александр Журбин, Сергей Перинский, Александр Устин, я боюсь кого-нибудь забыть, как сейчас мы поаплонируем. Для меня дошло высказывание знаменитого канадского пианиста Гленокульта, который как-то сказал, что, ну вы знаете, он прекрасный исполнитель Баха, очень необычный, но он почему-то сказал, что Моцарт и Шопен писали не для моего рояля, так вот все эти мои друзья-композиторы писали для моего баяна, я горжусь этим, и они просто поменяли панораму баянного репертуара у нас в стране, не только в нашей стране. Ну и о слушателях. Я могу быть благодарным судьбе, что в основном за 50 лет гастролей у меня были в основном полные залы. Ну действительно, кому хочется играть, если взялись три сестры для Ивана, правда? Вот. Но отношения иногда складывались хорошо, а иногда очень хорошо. Вот когда просто хорошо, это когда кому-то нравится, скажем, музыка Золотарева, а кто-то шипит, не нравится и все. Или Губайдулина, постановка, ну это гений 20-го столетия, 21-го. А кому-то эта музыка не близка была, не нравилась. И я помню, во время исполнения Демпрофудиса, премьеры здесь в зале, наш очень известный бойнист, там где совсем уж какие-то новые приемы пошли, он демонстративно начал кашлять. И мои студенты потом говорили, что мы его готовы были привить. Ну, в общем, вот так вот. А сейчас Губайдулина вообще всемирно известный композитор. И помню, даже мы с Владимиром Данха, когда играли премьеру в малом зале консерватории «Семи слов», «Креста на кресте». Мы подходим, а там на афише написано «Губайдулина, картета в семи частях». Вот нельзя было писать. Вместе мы не воспринимали. Но я думаю, что мы с публикой росли вместе эти годы. Мы росли вместе. Если что-то сейчас непонятно, то просто еще раз послушаем, еще раз дадим своему студенту, например, и так далее. Поэтому я бы хотел взаимоотношения исполнителя и публики передать, может быть, словами Фридриха Ницше, который вложил в уста Заратустры следующие слова. Заратустры говорил так. «О солнце, было ли ты несчастливо, если бы не возносили тех людей, которых ты обогреваешь?» И вот для нас вы те, которым нам хочется вас обогреть. Заканчивая, хочу произвести слова поэта Андрея Дементьева. «И пусть другой гениальной игрой на скрипке, зато гениальнее слушали вы». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан!